Новости 24 в эфире телеканала ННТ в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте! Прямо сейчас о том, что ждает вас сегодня в выпуске. Устраняете или нет? Да, я устраню. Охота за любителями полумрака в машинах началась в Махачкале. В столице региона прошел рейд Томировка. Без маски вход воспрещен. В Дагестане ужесточен масочный режим в общественном транспорте. Мост в Саратове руками дагестанских строителей. Компания Бурбау презентовала транспортную развязку в Саратове. Работу оценило высшее руководство области. В Махачкале найден труп руководителя общественной организации. Об этом сообщает Айф Дагестан со ссылкой на источник правоохранительных органах. Обгоревшее тело 70-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено пожарными в сгоревшем доме поселка Ленинкент. Возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, убитый возглавлял общественную организацию Кудрат. Передвигаться в общественном транспорте без масок с этого дня в Дагестане нельзя. Следить за соблюдением масочного режима в троллейбусах, автобусах и массотках будут сотрудники ЕБДД, сообщает Министерство транспорта Республики. При входе в транспорт развешено информирующие об усилении масочного режима наклейки. Кроме того, водитель обязан предупреждать о запрете входа пассажира без маски. Следить за исполнением требований оперативного штаба по борьбе и противодействию распространению коронавируса будут полицейские. По словам главы Минтранса Республики Дагестан, организовать безопасное движение и оградить сознательный контингент пассажиров от беспечной категории людей – главная задача населения. Слишком затемненные окна могут стать причиной аварий на дорогах. Именно поэтому сотрудники ЕБДД начали охоту за любителями полумрака. Настойчивые поклонники тренировки оказались под прицелом госавтоинспекции. Подробнее о сегодняшнем рейде расскажет Алина Багилова. Устраняете или нет? Да, я устраню. В Махачкале прошел профилактический рейд под названием «Тонировка». В ходе него появляли различные нарушения, которые могут поставить под угрозу жизнь водителей рядом сидящих пассажиров. Стоит напомнить нашим водителям, что согласно действующему законодательству, светопропускаемость переднего лобового стекла должна быть не менее 75%. 3.1. Пропускаемая свет 3.1 должно быть 75.0. Сказать, что эта пленка не пропускает свет, можно и без специального прибора. Снять пленку сотрудники просят на месте и даже готовы помочь правонарушителям в этом. По словам полицейских, подобные рейды одинаковы для всех, будь то дорогая иномарка или обычная приора. К тому же сейчас лишь предупреждают о случае непослушания протоколы и штраф. Подобные проверки ГИБДД обещает проводить регулярно. Транспорт мы снимать составить не можем. Мы единственное можем только попросить по просьбе, если водитель сам инициативу проявит и снимет. Если нет, составляется административный протокол плюс постановление. Выписывается требование на один день. Дагестан получит средства на новые места в школах. Правительство России выделит почти 12 миллиардов рублей на создание новых ученических мест в четырех регионах. Деньги будут направлены туда, где вопрос нехватки мест в школах стоит особенно остро и вынуждают школьников учиться в три смены. К таким регионам премьер-министр страны Михаил Мишустин отнес и нашу республику. 3,5 тысячи новобранцев отправятся в армию из Дагестана. В регионе завершился осенний призыв, сообщает военный комиссариат республики. По данным комиссариата, в этом году для всех призывников установлено новое обязательное правило – сдать тест на коронавирусную инфекцию. Отправка призывников из Дагестана начинается с сегодняшнего дня. Дагестанцы построили транспортную развязку в Саратове. Благодаря строителям компании «Бурбау» движение по Трофимовскому мосту было запущено на два месяца раньше установленного срока. Наши земляки работали не покладая рук, за что получили похвалу как от местных жителей, так и от саратовских чиновников. Об одной из самых нелегких работ компании и о высоком профессионализме строителей из нашей республики смотрите в следующем сюжете. Запускайте движение. Дело выполнено. Движение по Трофимовскому мосту запущено. Позади непрерывная работа и в грязь, и в стужу, и в знойные летние дни. За 10 месяцев 200 дагестанских строителей завершили объект. Таланты и дисциплина мастеров превратили сплав железа и бетона в переправу, соединяющую две части города. Сейчас Трофимовский мост выглядит красиво, а главное надежно. Однако, приступая к работе, здесь была совершенно иная картина. Обвешалый мост, который построили еще в 1969 году, едва ли не рушился. Работникам компании «Бурбау» пришлось его полностью демонтировать и отстроить заново. Все, пошло! Трофимовский мост соединяет два района города и служит переправой через железнодорожные пути. Его длина 100 метров, ширина 23 метра. Строительство усложнялось тем, что для проведения работ поезда останавливали лишь на несколько часов три раза в неделю. Но и это не помешало дагестанским труженикам сдать объект на два месяца раньше установленного срока. Помогло, в первую очередь, это хорошее отношение с заказчиком. То, что в городе уже расположен, получается, проектный суд. И какие-то решения удавалось на месте решать, как-то ускорить это дело. И, конечно же, с первого дня набрали людей более опытных, которые свою работу, можно сказать, уже не первый год делают. Такой профессионализм оценили высокие чиновники области. На открытии объекта присутствовали мэр города Саратов, начальник Приволжской железной дороги, председатель правительства Саратовской области. Это сложный инженерный объект, который имеет много сложностей с учетом того, что проходит над целым каскадом железнодорожных путей. И был определен весь тот алгоритм действий, который позволил строителям в короткие сроки осуществить реализацию этого проекта. Мы вышли на конкурс на строительно-монтажную уже работу. Выиграла компания «Бурбао», которая имеет, на самом деле, уже очень серьезный опыт реализации таких серьезных капиталоемких проектов. В черте города профессионализм подрядчика, который имел весь необходимый, достаточный ресурс для реализации этого проекта. Это, прежде всего, компетенции и уровень специалистов всех, кто занимался сваркой, монтажом, планировкой. Весь набор необходимой техники, которая нужна для такого срока и объема реализации данного проекта. Мы видели организацию четкую, которая сложена на строительной площадке. Есть режимы, есть дисциплина. И вот это все позволило подойти к реализации раньше срока контракта. Работой дагестанских мастеров на крупном строительном объекте довольны все. Теперь, благодаря слаженной работе команды «Бурбао» в Саратове решена одна из острых транспортных проблем. Это подметили и местные жители. Стоит отметить, что компания широко известна в Саратовской области. Состоящая полностью из выходцев из Дагестана, «Бурбао» не только строит прекрасные мосты, но и создает благоприятный имидж для нашей республики. Здесь на счету работ дагестанцев ряд успешно реализованных объектов. Крупнейшая организация в области строительства транспортных сооружений год за годом реконструирует объекты по всей России, оставляя тем самым самые положительные отзывы о дагестанских мостостроителях. В третьей городской больнице состоялось открытие палеоативного отделения. Теперь здесь будут оказывать необходимую помощь пациентам, лечение которых зашло в тупик, чтобы облегчить течение тяжелого заболевания. На открытии отделения присутствовали представители различных министерств и ведомств республики. Подробнее Хамзу Нурмагомедов. Новое палеоативное отделение третьей городской больницы стало единственным для всех прилегающих районов столицы. Оно рассчитано на 20 коек. Уже сегодня должны поступить первые пациенты. Для этого палаты оснащены всем необходимым оборудованием. В палате интенсивной терапии расположены кислородный преобразователь, мониторы стоят для наблюдения за пациентами, также для неотложной помощи. Всё оборудование расположено. Мы также располагаем СИПАПами, это неинвазивный ИВЛ. Также при необходимости можно подключить инвазивные аппараты ИВЛ. В нашей республике в палеоативной помощи нуждаются 2000 дагестанцев, из них 800 – дети. Острая необходимость в открытии соответствующего отделения побудили благотворительный фонд «Инсан», меценатов, неравнодушных людей финансово помочь народной больнице. А именно так дагестанцы называют третью городскую, после того, как здесь развернули битву за жизни пациентов, больных коронавирусом. Когда ты видишь человека абсолютно беспомощного, и которому нужна помощь, очень важно, когда есть люди, которые могут эту помощь оказать. То, что данное отделение оборудовано с учётом всех высокотехнологичных достижений медицины, то, что здесь просторные коридоры, хорошие качественные палаты, достаточно светло и тепло. И самое главное, что греет – это взгляды тех докторов, того обслуживающего медицинского персонала, который будет здесь работать. Ты понимаешь, что эти люди будут в абсолютной защите. На открытии присутствовали и представители Министерства здравоохранения республики, которые поздравили руководство больницы с этим знаменателем событием. Они осмотрели уютные палатки, оснащённые современным оборудованием. Мы искренне рады, что есть такие общественные организации, которые во взаимодействии с органами исполнительной власти готовы решать задачи, поставленные перед нами правительством Российской Федерации, правительством Республики Дагестан. Особенно отрадно, что есть такие люди, которые готовы творить добро и помогать людям абсолютно бескорыстно. В рамках программы запланировано финансирование и поддержка социально ориентированных НКО. И вот в этом году впервые такой опыт Министерства здравоохранения получает такой опыт по выделению финансирования на мероприятия по развитию паллиативной помощи именно для некоммерческих общественных организаций. Теперь на базе Третьей городской больницы также работает выездная паллиативная служба. Две бригады смогут оказывать медпомощь на дому тяжелобольным жителям пяти районов в северной части города. Помимо этого, вместе с Народной больницей Министерство молодежи осуществляет проект по развитию добровольческой помощи в паллиативной сфере. Я думаю, что у этого направления большое развитие, потому что на сегодняшний день это очень важное, очень нужное дело, которое ложится на наш дагестанский менталитет, заботится о каждом члене общества, заботится о тех, кому осталось, может быть, и недолго. Но каждый их день должен быть наполнен смыслом, заботом и пониманием, что мы все нужны друг другу. Стоит отметить, что развитие паллиативной помощи в нашей республике удалось осуществить в частности при поддержке федерального проекта ОНФ «Регион заботы». В Дагестане расширят добычу кельки до 20 тысяч тонн. Для ее вылова планируется строительство порта на 12 судов и консервного завода на 40 миллионов банок в год. Это позволит создать примерно 450 новых рабочих мест. Общая стоимость проекта составляет около 1 миллиарда рублей. Основные производственные мощности будут располагаться в Избербаше. Дагестанские дюдеисты выиграли медали Всероссийской универсиады в Екатеринбурге. На первую ступень педестала в уральской столице поднялся Рамазан Муртузалиев. Студенты факультета физкультуры и спорта ДГУ не нашлось равных в весе до 81 килограмма. Все четыре проведенные встречи он завершил досрочными победами. Другой представитель ДГУ с университета Загид Магомедов, выступавший в тяжелом весе, стал вторым призером соревнований. Оба дюдеиста прошли отбор для участия в чемпионате России. В дагестанских школах появятся уроки по боксу. Уроки физкультуры с элементами бокса будут проводиться в ряде школ республики после осенних каникул. Проводить такие уроки будут специально приглашенные тренеры с педагогическим образованием. Инициатива запуска проекта «Бокс в школу» принадлежит Федерации бокса Дагестана. Для апробации проекта уже определены образовательные учреждения. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин